Неделя профилактики остеопороза. Как не стать заложником опасного заболевания? Остеопороз связан с потерей кальция. Кости становятся слабыми и хрупкими. При этом снижается их плотность и прочность, что в разы увеличивает риск переломов даже при небольшой травме. Чаще остеопорозом болеют пожилые люди. О способах профилактики заболевания нам рассказала врач-эндокринолог городской больницы. Следует сказать про профилактику развития этого заболевания. В первую очередь это нормализация образа жизни, нормализация образа питания, отказ от алкоголя и курения, создание безопасной среды у себя дома. Что касается питания в плане профилактики остеопороза, не следует забывать, что продукты наиболее богатые кальцием это творог, йогурт, сыр. Также следует отметить, что белок очень важный компонент нашего питания. Он является пластическим материальным для строительства клеток нашего организма, в том числе и для костной системы. И поэтому не следует забывать про эту группу продуктов, которые богаты белком. Обязательно употреблять фрукты и овощи именно в свежем виде. Следует отметить также, что кулинарная обработка мяса, овощей и фруктов является также не менее важной. Наиболее оптимальным способом приготовления продуктов являются их запекание и тушение. Приготовление на пару. Регулярные дозированные физические нагрузки прекрасно укрепляют костную систему, ускоряя процессы ремоделирования костной ткани. Поэтому про ЛФК упражнения, направленные на улучшение координации движений, тренировку координации движений, будут замечательным поспорием в плане профилактики остеопороза. Продолжение следует...